МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы кулинарной забавы Чай Челтон. Итак, дорогие друзья, мы снова вернулись в нашу замечательную студию кулинарных забав. Я напомню, что у нас сегодня в гостях команда станция спортивная, команда КВН из города Героя Москвы. Они страшные люди, на самом деле, я их боюсь, поэтому стою в стороне. А мы с вами приготовили очень многое. Во-первых, нам Иван показал и рассказал, как правильно и вкусно приготовить замечательное блюдо. Я посчитаю, надо похлопать Ивану. Спасибо, Иван. Спасибо. Теперь мы делаем вместе с Владимиром, шеф-поваром этой команды, мы делаем фред-райс. 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 Проброс так. Фред-райс. Для того, чтобы сделать фред-райс, для этого необходимо взять замечательного, красивого, стильного покажи всем свой передник Алексея. Вот такой вот Алексей. Его надо взять, вот так вот поставить элегантно на плиту. И попросить накрыть рис. И попросить накрыть рис. Да, чтобы он немножко запаривался. Алексей, дорогие друзья. Спасибо. Подумаем, 5. Подумайте. Подумайте. Может быть, чай, друзья? Вот. Его всегда можно нашел с ушёв. Слушай. За чаем. Да. А приготовь-ка чайку. Какого чая вы хотите? Дай подумать, может быть. Да, а что тут думать? Чилтон? Чилтон Константин. Чилтон Константин. Окей. Спасибо. Спасибо, Константин. Спасибо, Константин. А, не, вот. О, быстро. Ой, Константин. Резвые у нас. Ничего себе. Константин принес нам ведерко чая-чилтон. Нет, чуть-чуть обновите. Владимир, сделайте нам уже, наконец, fried rice. У нас готова мелко нарезанная курица. Так. Мелко нарезанный лук. Стручковая фасоль. Константин нам помог с морковкой. Дело в том, что, можно я небольшой перебил? Почему именно нарезается куриное филе? Потому что, когда через мясорубку очень много соков мяса, они как бы пропадают. А когда вы режете, то в мясе остается вот этот самый сок мяса. А что, передача не для вегетарианцев? Я бы пришелся к Ивану, потому что Иван очень разбирается в еде. Вы видели, как он готовит доширак? Вы бы видели, как он ест. Константин нарезает, у нас это чеснок. Единственный человек, который здесь работает и без передника, и на свободе. Режет чеснок. Иван, а скажите, пожалуйста, у нас, как вы сказали, что можно пропустить через мясорубку, можно меленько нарезать. Но есть же еще вариант положить целым куском. Есть вариант, но тогда не будет так вкусно. И это уже другое блюдо, о котором мы расскажем вам в следующий раз. Потому что сегодня мы готовим фредрайз. Прогреваем сковородку, большую желательно. Можно я еще на эту кнопочку нажму? Вот, замечательно. Рис уже можно выкидывать? Нет, нет, подождите. 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 Вот, на глаза попалась соль. Промою я глаза. Да, немножечко. Просто мясо лучше предварительно посолить, чтобы оно впитало в себя соль. А поперчить. И поперчить. Сейчас, да? Конечно, конечно, Иван. Я бы очень смеялся, если бы нашу программу смотрели шеф-повара вообще и стебали. Ребята, так и будет. Кто так готовит. Кто так готовит. Но как он режет чеснок? Как вот безмолвный Константин режет чеснок? Кстати, солить и перчить лучше как бы... С Иваном. С Иваном. И лучше всего, если вы вечером пили, у вас с утра получится очень хорошо посолить и поперчить. Иван, продемонстрируйте. Вот. Когда рука трясется, вы берете. Вот сейчас, посмотрите, вот. Отлично получается. Дальше. Берем опять перец. И прям все получается. Отлично получается. Перцы можно не жалеть, потому что специи, они в принципе помогают быстрее перевариваться пищей. То есть ускоряют обмен веществ в организме. И вы никогда не будете весить за 83 килограмма. И ваши слова могли мне даже подтянуться как-то. Если Константин на стол, значит он закончил нарезание. Дмитрий, я предлагаю сходить вам в наш огороде. Я думал, сходи в огород. Сходи в огород, возьми перчик. Я думал, что-то похожее на масло. Да, то, что потемнеет, это оливковое. То, что посветлее, это подсолнце. Возьмите перчик. Не свой, а красный. Красный перчик. Нальем немножечко. Не бойтесь перелить масло, потому что рис очень любит масло. Там домохозяйка, которая уже 5 лет сидела. Да я знаю. Кстати, была отличная идея, когда все готовят что-то. Напевают себе под носом. Вот. Вот сейчас Дмитрий пел песню. Завтра в 722 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте. Но надо что-то делать в этот момент. А дальше мы уже не знаем, как говорится. Да, учить песню. Можно взять перчик и ножик, почистить его. И порезать. Порезать. Только почистить там мусор, что-то. Стоит Алексей. А мы пока жарим. Мусор где стоит. Готовим масло наше. Масло разогреваем. Разогрели масло. Кидаем немножечко чеснока на центр. Так. Видим, как он золотисто пенится. Отдает весь свой вкус в масло. И пока он не успел сгореть, кидаем мелко нарезанный лук. Звучит круто все. Будьте аккуратны. Масло бургает. Я бы хотел вот этот звук записать вообще на телефон. СМС, давай послушаем его. Что тебе мешает? Давайте послушаем. Мы серьезно. Если вы идете в лесу и вдруг слышите вот такой звук, то это не лес. Это дождь. То это не лес. То вы мокрые, скорее всего. Это дождь, либо кто-то в лесу готовит фрайд рис. Боже мой, это великолепный звук вообще, серьезно. Жарим лук. Похож на дождь. Подожди. Сейчас с фасолью подожди. Если у тебя нет рядом леса, поставить жарится лук. Продукты, они же разные. Ребят, а вот то, что внутри, выбрасывает сердце перца. А можно вам задать вопрос, пока там колдует Володя? Скажите, пожалуйста, а как получилось, что вы соорганизовались вот в эту одну команду? И как вообще пришло название команды? Потому что, как я понимаю, станция спортивная. Вы все тут имеете очень далекое отношение к спорту. Можно Леша расскажет? Да, конечно. Алексей. Развеи. Самый стильный. Не ожидал. А мы пока закидываем мясо. Нет, правда, если кому-то интересно, как появилась наша команда, она появилась не сразу. Началась она появляться в 81 году, когда родился я, так как самый старший, родился я. И до института 3 или 2 курса я обездельничал, искал себя. Потом нашел Диму. Дима нашел Ваню. Потом мы все трое пошли искать Костю и Вову. Это люди вообще из другой команды. Оооо. Нормально все? 1 апреля. Никому не верь. Порезался, нет? Или нет? Я тут не порезался. Я тут с кетчупом. Поснимите. Давайте. Не, ну не кетчупом, можно не попить. Соли. Я предлагаю с солью и перцем. Вот так и образовалась наша команда. Мы, кстати, наоборот, мы очень близкие отношения к спорту имеем. Потому что в прошлом все профессионально занимались спортом. Вот, например, конст... Ну да, давайте начнем. Давайте начнем с Дмитрием. Дмитрий профессиональный был футболист, после чего профессионально судил футбольные команды. А теперь посмотрите, что с ним стало. А теперь профессионально нарезает пальцы. Владимир чем только не занимался. Начиная от ушу, заканчивая баскетболом и керлингом. Ну что-то такое. Было же, да? Да. Тек-мандо, футбол, карате-до и футбол. Кюк-шинкай. Да, абсолютно правильно. Алексей профессионально занимался фехтовалием. Фехтоваляне... Ну, в принципе, судя по результатам, я занимался фехтовалянеем. Да. Фехтованием. То есть вот эта сабля у него в руках, она не для готовки. Константин занимался 12 лет бальными танцами. 12 лет. 12 лет. 12. Пока они там разговаривают, лук вместе с морковочкой и курицей создаёт вот такую прекрасную красивую массу оранжевого цвета и немножечко пассируется. Очень люблю это дело. Юниорской, но... Правда, не Россия. Россия, Россия. У нас играют, кстати, в бейсбол, что удивительно. Лучше, чем в футбол. Лучше, чем в футбол, кстати, да. На чемпионате Европы наши занимали второе место. Бейсболисты. Не то, что наши отстойные... Да, это тоже так и говорили. Отстойные арлингисты. Нет, тоже нет. У нас нет отстойных спортсменов. Просто ленивые. Мы тем временем бросаем стручковую фасоль для того, чтобы вернуться. Подождите, а уже морковь кинули? Абсолютно. И морковь кинули. Это вы и Ваню кинули, чтобы морковь кинули? Фасоль, чтобы она тоже успела приготовиться. Мешаем Димону, естественно, нарезать. Волк, скажи мне, как это надо взять. Нет? Или... От души. Или уже хорошо. Знаете, какая мечта у меня? Может быть, это придумаю я. Никому только не расскажу. Да, да, да. Телевидение с запахом. Это возможно вообще? Да, 8D. Или где-то есть такое? Серьезно, это идеальная передача для такого телевидения была бы. То есть люди все и ощущали, что их не обманывают, а реально готовят это вкуснятие, потому что пахнет замечательно. Скажите, дорогие друзья, и так, значит, вы организовали команду КВН для того, чтобы зарабатывать денежку. Как мы думали. Как вы думали. Зачем ты начал играть в КВН? Я, честно говоря, не хотел играть в КВН, я получил стак. Ну, я сейчас... Надо же серьезно не отвечать. Да, серьезно. Тем временем мы засыпаем рис. Да, засыпаем рис. А я тем временем рассказываю. Я пришел в институт учиться. И меня подруга потащила в клуб. Ну, в институт. Есть такие клубы, где там... Засыпаем масло, в котором жарилось. Я не хотел сойти, он говорит, ну, пойдем, просто сходим со мной, я хочу в КВН играть. Я говорю, ну, ладно, пойдем. Поднимаюсь, и там встречаю человека, первого моего учителя КВН. Вот, он ничего не добился. Вот, и говорит, давай записывайся в команду. Он не говорил так про улички. Нет, это даже не уличка. Так вот, этот человек, который мне сказал, давай записывайся в команду КВН. Я говорю, да я не хочу, мне это все не очень интересно. Я в школе занимаюсь самодеятельностью, танцами 12 лет. Извини, пожалуйста. 12, 12, я говорю. Вот, он говорит, да все равно, ты вот один раз придешь, и на всю жизнь. Я говорю, да фигня все это. В итоге я записался, и вот до сих пор играю в КВН. Зачем я это сделал, до сих пор я не пойму. Я тут не понимаю, зачем ты нам это все чисто сказал. Спасибо. Владимир, вы монкировали тут Монкировали тут еду. Нет, вы монкировали то, что Дмитрий с угрозой для жизни красиво разложил в квадратики, вот эти квадратики нарезанные болгарского перца. А Иван тем временем в виде сердечка нарезал петрушку с укропом. Друзья, это очень важно, когда ты делаешь все с любовью. О, вот. Я начал играть в КВН, потому что, если мы продолжаем рассказывать, то мне очень нравился КВН, я смотрел по телевизору, мне очень нравился. И я смотрел этих людей, и мне так же хотелось, как и они, что-то делать, вызывать эмоции. Да, вызывать эмоции, но это потому, что как-то весело и интересно было здесь. Да. И просто, и просто, и просто. Правда, позитивно. Вот такая вот забавная история. Очень веселая, на самом деле. Очень веселая. У нас почти все готово. Да, вы даже успели. У нас успели. Все готово, что-то готово. Почти все готово. Есть один маленький секрет. Это зелень? Яйцо. Яйцо. Не зелень. Черт. Давайте спросим, это у нашего самого стильного и самого пожилого, так сказать, аксакала этой группы, Алексея. Что? Что вы спросите? А что я спрашивал? А, ну вы спрашивали, для чего мы играем в КВН. В принципе, моя точка зрения совпадет с Дмитрией. Тоже смотрел КВН, не мог налюбоваться, записывал его на видеокассеты. И искал его, где в него начинают играть. Это было очень сложно найти. И пришел в институт. Мне сказали, вот этот парень, который набирает форму нашего вуза. Я пришел к нему, говорит, можно я буду играть в КВН? Он посмотрел на меня и говорит, ты не сможешь играть в КВН. Больше этого парня я не видел. А сейчас я с вами, как представитель команды КВН, готовлю с ребятами пищу. Так что, в принципе, наверное, он был неправ. Да, Владимир, ну что у тебя здесь? Здесь два яйца и совсем чуть-чуть, по кито, по кито, как говорят испанцы, молока. Так. Вот. Взбиваем. Вот такой маленький омлетик получается. Это нам пригодится немножечко. А сейчас просто хочу еще раз трудоустроить у нас Дмитрия. Димон. Да. А порежка огурец. Димон, помой огурец и порежь его вот такими кусочками. Можешь? Маленькими прям. Вот так вот можешь? А пока Дмитрий режет огурец. А может быть половина огурца? Льем яйцо взбитое в свободную зону сковородки. Вот риса. Конечно, посолим все это дело. А вот нам еще очень часто пишут, наши телезрители, они спрашивают у нас. Почему вы ведете эту программу? Я сам не понял. Я тупо за деньги. А скажите, Дмитрий, вот почему у вас такой акцент? Какой у меня акцент? Нерусский. Где же у меня нерусский акцент? Кстати, да, я тоже сейчас заметил. Тут Германия. Ну-ка, отвечай. А ну-ка. Этот акцент мне достался от бабушки. А бабушка есть кто? А бабушка у нас великолепный душевный человек, который может во время праздника Ивана Купала прибежать и вытащить Диму из драки и побить всех других хулиганов. Потому что бабушка моя, она крутая вообще. Она прошла Великую Отечественную войну и может прям вообще по щам надавать вообще любому человеку. Даже если это будет Халк Хоган, я не знаю. Вот у нас почти готов вот этот омлет и мы замешиваем все это вместе с рисом. А у меня к тебе вопрос. Почему с тех пор, как я приготовил рис, ты мне больше ничего не доверял готов? Вернешь ничего личного. Меня рис попросил. Ваня, иди сюда с кукурузой. Вот основное блюдо у нас готово. Можно выключать. Подожди, сейчас надо как-то с немецкой печью договориться. Да, готово. Надо выключить совсем. Выключите, пожалуйста. Вот я ее выключил. Данке. Иван. Да. Вот так, легким движением. Вот так. Лучше. Надо пивать что еще. Отлично. Отлично. Вот такими мазками. Отлично. Вот здесь не хватает. И вот сюда чуть-чуть можно? Да, совсем. И нам рисует кукурузу по рису. Добавляем кукурузу. Это просто художник. Это как раз. Леха. Мазку. Да. Хватит мешать рис. Не, не, не. Бери тот квадрат самый красный, который нам оформил Димон. Чистый или грязный рукой? Чистый рукой бери. И туда же. Чистый у него, левый. Все свежее должно быть, конечно. Вот, как красиво. О, трехочковый. Да. Вот мы у нас еще нашли сою, нашли и медовый бальзамик. Да. Да. Да, как же это худо. И медовый бальзамик мы чуть-чуть вот как бы... Это по огурцам, да? По огурцам, да. Вот немножечко совсем вот так. Да? Отлично. Это мы, так сказать, замариновали. Ну, немножко. Придали им вкуса. Да. Пусть первым императоры попробуют. Обязательно. У нас есть вот любимый оператор, есть нелюбимый оператор. А вы даст? Мы всегда... Я тоже нет. Вальс. Мы укладываю в блюду. Мы... Я не могу понять, мы укладываем или выкладываем? Выкладываем. 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 Семидестоимость сложно высчитываю, потому что курицу может заменить колбаса в этом блюде. Все, что осталось у вас в холодильнике... Креветки, на самом деле. Креветки вполне себе могут заменить это. Все очень будет вкусно. Берем огурчики. Рис ничем не заменит. Да? Рис, конечно же, да. Спасибо. Я считаю, вот Алексей сейчас сказал основную, вообще, основной лить мотив нашей передачи. На этом можно и заканчивать. Китайская мудрость. Китайская мудрость. Китайская мудрость. Берем немножко огурчика, вот так, хребтом, таким уральским выкладываем. Не знаю почему. И слегка соевый соус. Соевый соус, на самом деле, надо было доверить Ванечке. О, как раз вот был. Собственно, к сожалению, расплескать. Вуаля, можно готовить. Зелень, зелень. Зелень, зелень. Зелень, каждый по вкусу. Ну, сделаем вот так. Давай, берем 10, презентуем красивую макрубку. Да, мы сейчас сделаем. Я вот этот уберу тоже, да. Как говорится, не важно, что ты ешь, важно, как ты это подаешь. Поэтому выглядеть все должно красиво. В сексе так же. То есть, вот так можно. И в большом тынисе тоже. Важно, что ты ешь, не важно, что ты ешь. Главное, как ты себя преподожишь. Вот так, ну, естественно, надо выбирать со стола. Все, как это говорят у нас на передаче. Делаем добросаж. В то самое время, пока все занимались производством Фред Райса, Константин нечеловеческими, я считаю, усилиями нарезал черный хлеб. То есть, хлеб нарезал по-черному. Вот так вот старался. Зачем, Константин? А ну-ка. Он показывает, что он снес яйцо, даже пока нарезал хлеб. На самом деле, я сейчас под чутким руководством Владимира буду делать гренки. А вот мы уже тут взбивали яйцо. Дмитрий, мне кажется, сделает гренки гениальнее меня. Потому что он любит хлеб. Любит все настоящее. Дима, у тебя получается. У него уже получается. Смотрите, как он налил молоко. Дмитрий взбивает. Дмитрий взбивает уже полчаса. Да-да-да. Яйцо с молоком. Будет макать туда черный хлеб. Бородинский класть его. Я просто рассказываю даже не телезрителям, а Дмитрию, что мы сейчас делаем. Вы знаете, Дмитрий, у нас в Германии, можно вас подвинуть? Это реально смешно, что он рассказал действительно зрителям. Вот тут есть такая штучка. Ого! Германия, санат технологии. Большие технологии, нанотехнологии, я бы даже сказал. Вот и все, яйцо взбито. Что дальше делать? А сюда проваривайся. Отлично. Я вам потом покажу. Молоко не надо сюда? Не, а можно это же попить? Уже там есть? Конечно, конечно. Это привычное вам движение. Вы можете применить здесь. Дмитрий, мне кажется, уже взбито. Нормально. Можешь брать хлеб? Можно брать хлеб. Секундочку. Макать. Смотрите, как он это делает. Дмитрий, сейчас берем право. А ваши глаза? Руками. Хлеб. Промославный. Давай, как ковызник. Давай. А, Дмитрий берет хлеб, смотрите. Так. Кладет его аккуратно в этот чан с молоком. Быстрее масло сгорит. Аккуратно. Нет, нет, да что ж ты. Сюда сначала. Аккуратно. С двух сторон. Да и так, мне более чуть-чуть. Ну, можно. Можно. Так, чтобы пропиталось. Чтобы пропиталось, да. Лучше руками. А вы посмотрите. На самом деле, в жизни все это происходит за вас быстрее. Как-то нельзя. И я не мыл руки просто. О, масло. Продолжаем. И ты тоже самое делаем, потому что это процесс, он не остановил. Берем хлеб. Да. Я не нужно понял схему. Макай. Ну, я на всякий случай буду напоминать. Да, спасибо. Переворачиваем. С другой стороны, да. Так, это дело руками, то блюдо бы попало бы в эфир. Это очень вкусно. На самом деле, очень вкусно. Когда я пишу, раз вижу в черном хлебе, вот это. Да. Это вкуснее в черном хлебе, чем в белом, на самом деле. Да, вот это дело, дело еще с сахаром. Он слаше получается. Это очень вкусно есть с утра. Перед сном. С утра перед сном. Пришел из клуба. Да. С утра перед сном. Боже мой, как это красиво. Если у нас есть камеры, пожалуйста, покажите, пожалуйста. Если у нас есть на радио камере, давайте посмотрим. Это что? На радио передача. Кадайте еду. Вот этот замечательный натюрморт. Это очень вкусно. Игорь, ну ты хотя бы скажи, что-то, я не знаю, есть ли такое вообще, знаете, такое блюдо? Откуда? Откуда? В бедной Украине у нас вот, ну вот так вот делали. Вы же из Москвы. Хотя нет. Ну как бы, у меня и бабушка. Неужели Москва уже в Украине? Плох тот москвичка, то меня бы украинцы. Ага. И я ездил к бабушке в детстве, и потому что нам бабушка делала это очень вкусно. Это было... Ну это вообще очень питательно, очень вкусно. У нас еще. Наша передача уже подходит к концу, к сожалению. Да. И мы очень хотим с вами попрощаться. Мы не будем есть. А мне всегда было интересно, в программах там реально готовят так, чтобы можно было съесть, или готовят для вида? Вы знаете, дело в том, что так как у нас очень серьезная и культура ценная передача, поэтому мы всегда заботимся об окружающих нас людях. Вы видите, у нас здесь много операторов, как любимый оператор, так и нелюбимый оператор. Вот еще один оператор появился новый, вот пришел редактор к нам, девушка с хлопушкой, видите? На запах светились все. Итак, у нас готово. Давайте дадим попробовать нашему любимому оператору, пусть попробует, скажет свое мнение. А он реально пробовал все время? Он всегда у нас пробует, первый кусок всегда ему. Тогда сейчас надо дать вилку, тогда мы ничем не рискуем. Вилку, лошку. Лучше, друзья, можно я полезный совет дам людям? Да, ешьте рис ложкой, не заморачивайтесь на вилку и палочке. А я здесь, почему? Потому что большому куску рот радуется, берешь сразу много и ешь. Спасибо. Ну попробуй давай уже. Давайте мы попробуем и скажем, что мы будем. Все прекрасно. Все, понравилось. Замечательно. Дорогие друзья, мы сегодня с вами встречались с этой замечательной, красивой, молодой, неуклюжей, но все-таки очень стильной и любимой командой КВН, которая, в принципе, в полном объеме оперлась об меня. И, в принципе, сейчас я, наверное, туда под стол провалюсь. А я хотел бы, чтобы вы простились с нашими телезрителями и телезрительницами, но перед этим я хотел бы сделать вам подарок. Если вы меня оставите в покое, то я это сделаю. Мне надо вот буквально зайти вот сюда. И наш чай Челтон. Ура! Вот вам чай Эрл Грей, вот вам лесные ягоды, вот вам зеленый с лимоном, вот вам еще какой-то премиум. Мы любимый КВН. Мы с мгновения. Да. Челтон заботится о вас. Антилопа, хватит, довольно. Да. Антилопа, остановись. Вот еще. Пощади. У вас прекрасные чаи, и это все. И все это Челтон. И все это Челтон. Неужели у Челтон столько разных сортов? Боже мой. И это да. И вам, Дмитрий Ильич, вот этот вот пакетик. Я думаю, что те зимние вечера он скрасит вашу жизнь. Дорогие друзья, зрители ваши, как говорится. Минута славы. Минута славы, да. Есть. Ну и что ж, из заключения нашего наступления хотелось сказать. Экстренная новость. Неизвестный позвонил в Госдуму и сказал, что в ней заложен смысл. К счастью, приехали специалисты и выяснили, что никакого смысла в Госдуме нет. Ешьте со вкусом. И на здоровье. Да, серьезно, важно есть. Друзья, есть натуральное вообще все. Что пожелаем вообще русским в Германии? Вот люди, которые мне с своей стороны радуют. Ребят, держитесь здесь. Если что, предупредите. Спонсор программы «Кулинарные забавы» «Чай Челтон». Продолжение следует. Продолжение следует.